Восхваление 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 еще какие-то виды, можно ли это делать? Или это есть ширка, которая отдаляет человека от ислама? Вот это очень важно усвоить, узнать, и самое главное, брать Далили. Потому что, когда ты человеку даешь, он говорит, а где Далили? Вот ты, и все, у этих много людей стоп, не могут ничего сказать ему. И остается человек при своем, и еще начинает смеяться, вот говорить без знаний, у него ничего нет знаний. Поэтому надо брать Далили, надо знать аяты, хадисы, тогда чтобы ты не от себя говорил, а говорил то, что есть в Куране, то, что есть в хадисах. Я от тебя ничего не говорю. Пожалуйста, вот хадис, вот аят спор с Аллахом, спор с его посланником, как хочешь. Вот ученые говорят, вот трактуют Куран. Признаешь такого? Вот Ибн Кастер, например, трактует Куран. Вот, пожалуйста, тебе аят он трактует, Саади. Все, вот такими вещами надо оперировать. Потому что наши часто споры, это уже пройденные этапы, у меня так же было, они превращаются просто в бесполезную трату нервов. Начинается брызгание слюной и так далее, злость появляется. Это не нужно вообще. Надо аргументировать, говорить и объяснять свою точку зрения Далилими, потому что Аллахом Аталия не оставил нас просто так. Он дал каждому из нас Далили, доказательства. Куда ты идешь? Что ты делаешь? Для чего ты делаешь? Почему мы правы? Так, если у нас не будет Далили, христианин тоже может сказать, а я прав, ничего мы не можем ему сказать. И так часто и бывает. Иудей говорит, а я прав, ничего мы ему сказать не можем. Нет. Мусульманин должен знать свою религию. Должен знать, опираясь на Куран и Сунну. И сегодняшнее Айбада, это поклонение. То есть, опять напомню, я на Джума уже говорил, что такое Айбада, это поклонение. Это все слова и деяния, совершаемые телой и душой, которым доволен Аллахом Аталия. Из явных, которые видны, и скрытых. Чтобы все знали, что такое поклонение. Это дела. Все слова и дела, намерения души и тела, из явных и скрытых, которым доволен Аллах. Если Аллах доволен, опять на это откуда мы узнаем, берем Куран и Сунну. Если на это есть побуждение, если Аллах доволен, и Он говорит, я доволен теми, кто делает так-то, 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 значит это дело выполняем. Если Он говорит, я недоволен, это значит деяние, его можно выполнить, но это не есть поклонение. Это наоборот Это отвращение человека от Аллаха Сфанатали. Вот так это делится. Поэтому мы смотрим на человека, пьет он спиртное, это разве поклонение, а вот кто-то может сказать, что я вот таким образом приобщаюсь к Аллаху, в нирвану улетаю его и начинаю думать об Аллахе. Разве это поклонение? Где на это долит? Нет. Наоборот, сказано, что это из мерзости сатаны. Значит, это деяние противоположное поклонению. И поклонение, аль-хамду-ли-ля, основывается на трех столпах. Мы тоже про это говорили. Напомню, совершенная любовь к Аллаху. Аллах Сфанатали сказал, среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных, и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучение, что могущество целиком принадлежит Аллаху, и что Аллах причиняет тяжкие мучения. Это Сураль Бакара, 165-й аят. И это очень важный аят. Почему? Среди людей есть такие, аллахи, которые приобщают к Аллаху равных, и любят их так же, в одно предложение приходят, как любят Аллаха. Поэтому каждый из нас должен задуматься, если даже не приобщаем равных, но кого-то любим больше, чем Аллаха. Своих детей. Кого мы больше любим? Детей своих, родителей своих. Кто-то имущество, если мусульман любит, не расстается с ним, тогда он приобщает уже равных. Вот эта любовь, она запретна. Она в исламе тоже запретна. Почему? Потому что Аллах нам и про это сказал. В этом аяте сказал, среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных. Сказал, что эти люди приобщают к Аллаху равных. И любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Поэтому человек должен четко фокусировать свою любовь. Действительно любит Аллах сильнее, или он лжец? Мы об этом сейчас тоже будем говорить. Аллах смотрит, так и людей называют лжецами. Потому что многие, мы все утверждаем, что мы любим Аллаха. Все на земле говорят, что они любят Аллаха. Нет такого человека, как «я не люблю Бога». Тем более, когда он успешный в делах и так далее. Конечно, он любит Бога. Но действительно ли это правильно? И принимается ли? И дальше Аллах говорит, если беззаконники, назвал беззаконник, и увидели, когда они узирает мучение, что могущество целиком принадлежит Аллаху, и что Аллах причиняет тяжкие мучения. Грозит он Аллах сматалям. И Шей Сааде, это аят очень интересный, я бы хотел его рассмотреть. В этом аяте Аллах сообщил, он трактует, что несмотря на полную ясность в этом вопросе, среди людей есть такие, которые подобляют творение Создателю, испытывая к ним искреннюю любовь, оказывая великие почести, и проявляя перед ними покорность, и посвящая им прочие обряды поклонения. Так как некоторые заблудшие мусульмане любят своих шейхов, своих устазов, которые при них шелохнутся бояться, повернутся спиной бояться, пятятся к выхуду, я вот тоже сам видел, нельзя играть перед шейхом, нельзя перед ним стоять, или там сидеть, лежать. У каждой группировки свои там формы приличия. Но факт, что они такой, они могут запросто к Аллаху такого не испытывать, так к своему шейху они испытывают, это уже есть форма многобожия. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если человек продолжает поступать так, после того, как ему привели неопровержимые доказательства истинности единобожия, то есть мы должны этого человеку сначала привести доказательства единобожия. Сегодня мне сказали, вот в той мечети не было имама, он оставил вместо себя там одного турка. Они ширк совершают, они без бороды ходят, люди начали говорить, что можно ли за ним читать намаз. Так нельзя ему сказать, за ним читать намаз нельзя, надо донести до него далиль, до этого, кто проводит, имамом, кто становится. Если до него далиль, далили, и как говорит шейх, если же человек продолжает поступать так, после того, как ему привели неопровержимые доказательства истинности единобожия, то он является неверующим, Аллах называет их, то он является кяфиром, то он является неверующим, и за ним, естественно, читать намаз нельзя. Но после того, как привели ему далиль, так такфир делать никто не имеет права. Надо ее привести далиль, объяснить ему в наилучшей форме. И вопрос, можешь ли ты вообще объяснять, можешь ли ты доводить, это большой вопрос. Но если это было сделано, и сделал человек профессиональный, то тогда Аллах называет такими неверующими каферами, которые либо упрямо пытаются воспротивиться Аллаху, либо отказываются размышлять над знамением Господа и различными творениями. Как раз таки в этом вопросе ихние устазы, ихние шейхи запрещают им размышлять. Говорят, вы не можете размышлять, вы должны только слушать и повиноваться. Трактовать Куран нельзя, хадисы читать практически нельзя, чтобы человек не размышлял. Когда размышляет, он приходит к истине, а когда он размышлять начинает, он становится неугодным для них. Поэтому человек не должен по-искому размышлять. Такой человек не имеет ни малейшего оправдания своему неверию. Более того, он заслуживает самого сурового наказания. И в этом речи это люди, которые не приобщают к Аллаху сотоварищей в сотворении, не с посылания пропитания, управления вселенной, о чем мы говорили. Они приобщают к нему сотоварищей в поклонении и поклоняются творением для того, чтобы те приблизили их к Аллаху. Как они говорят, мы поклоняемся для того, чтобы они приблизили. Этот человек праведный, его дуа быстрее принимается, он может приблизить меня к Аллаху, и моё дуа быстрее, ну типа такого там, нитра, придает этому дуа, почталённый, дуа быстрее, как будто долетает до Аллаха. Однако, в действительности, их идолы и божества не являются сотоварищами равными Аллаху. Ведь именно поэтому кораническое откровение гласит, что они сами приобщают их к Аллаху. Они называют своих идолов божествами, хотя эти названия являются совершенно безосновательными и лишёнными всякого смысла. И по этому поводу дальше Аллах спонталя говорит, но они приобщают сотоварища к Аллаху. Скажи, назовите их. Неужели вы поведаете ему, то есть Аллаху, о существовании на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова, Аллах спрашивает? Неверующих обостили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. Сыра Арак, 33 аят. То есть Аллах просит, сообщите нам, мы хотим узнать, кто это такие, мы не знаем. Или же эти люди тоже впадают в куфр, думают, что Аллах спонталя не знает что-то на этой земле. Аллах знает всё и про всех. Но Аллах говорит, скажите, кто мой сотоварищ, я хочу знать, кто является управляющим этого мира ещё. Но он говорит, их ввели в заблуждение их собственной хитростью. Человек хотел избрать более лёгкий путь и хотел быть более хитрым. Вот его ввели в заблуждение его собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. А пророк Юсуф, аляхи салям, сказал, когда он находился в тюрьме, это тоже приводится к Уране, о, мои товарищи по темнице, множество различных богов лучше или же Аллах, единственный, могущественный. Помимо него вы поклоняете лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Нет ничего, кроме этого имени. Только лишь имя там, такой-то хаджи или такой-то там лад, ауза и так далее. Только лишь имена. Аллах не не спасла на них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера. Но большая часть людей не знает этого. Сура Юсуф, 39-40 аяты. То есть он говорит, скажите, но это всего лишь имена. Сейчас в наше время придумать имена. 500 лет назад придумали имена. Время правок салям придумали имена. До него придумали имена. Но это лишь всего имена, которые под собой не имеют никакой основы. Их имена тоже не имеют никакой основы. Совершенно не имеют никакой основы. И творение не может сравниться с Аллахом. Потому что Аллах является Творцом. Тогда как все остальные существа являются творениями. Махлюк. Господь Бог является кормильцем. Тогда как все остальные нуждаются в пропитании. Аллах не нуждается. Поэтому христиане тоже заблуждаются. Когда говорят, что Христа сын Аллаха. Он нуждался в еде. Он кушал и делил еду. Это все знают своими сподвижниками. Аллах не нуждается в еде. Господь не нуждается в еде. Аллах богат и ни в чем не нуждается. Когда как все творения бедны и беспомощны. И мы мухташ, мы нуждающиеся. Аллах обладает всесторонним совершенством. Так как все качества рабов имеют определенные недостатки. Любого человека взять на земле. Пусть он самый праведный шейх. В чьих-то глазах у него есть недостатки. Нет на земле такого человека, у которого недостатки. Пусть он супер ученый. Но у него есть какие-то моменты недостатки. Так Аллах нас создал. А Господь наш нет у него недостатка. Про это просланник Аллах сказал. Что Господь ваш не одноглазый. Когда мы сначала встретимся или нет. Аллах знает, да упасет Аллах от его искушения. Но осланник предупредил, что нет недостатка у нашего Господа никакого. А у остальных всех есть недостатки. Аллах один может принести пользу или причинить вред. Тогда как все остальные совершенно не способны приносить пользу. Причинять вред или распоряжаться судьбой. Все сказанное позволяет обрести полную убежденность, порочность и воззрение тех, кто приобщает к Аллаху сотоварищей или равных. Будь то ангелы, пророки, праведники, авлия, истуканы или другие творения. Из этого также следует, что только Аллах заслуживает самой совершенной любви и самой совершенной покорности. Поэтому еще раз напоминаю, каждый должен задать себе вопрос, действительно ли он любит Аллах? Или просто его слова, как Юсуф сказал, ваши имена не имеют под собой никакой основы. И может быть наши слова тоже не имеют основы. Мы кого-то любим, не важно что, детей, имущество, дом, хозяйство. Многое-многое из того, чем обладаем, больше, чем Аллах смотрели. Если, сколько таких случаев было, человек, когда теряет что-то, он или покончит жизнь самоубийством, или сходит с ума, или какие-то у него возникают серьезные проблемы. Это показывает, что у него не было настоящей любви к Аллаху, что он заблуждался, и вера его была неполноценной. И он не был покорным, Аллах с фанталем. Вот почему Аллах похвалил правоверных, которые любят Аллаха сильнее, чем идол-поклонники любят своих идолов. Это объясняется тем, что любовь правоверных к Аллаху является искренней, тогда как многобожники всего лишь приобщают своих идолов к Аллаху. Они признают, что Аллах выше всех, и приобщают за товарищи. А мы говорим, что он один, и любим его одного. Искренне любим его одного. Без никакой нам коммерческой выгоды от этого нет. Мы любим его искренне. Это также объясняется тем, что правоверные любят Господа, который действительно заслуживает искренней любви, и любовь к которому является свидетельством праведности, залогом счастья, преуспеяния. Тогда как идол-поклонники, это идол-поклонники любой человек, который поклоняется Тагуту, чему-то на ряду с Аллахоматали, может себе какого-то идола избрал, он является идол-поклонником. Тогда как идол-поклонники любят истуканов, которые совершенно не заслуживают любви, и любовь к которым является величайшим несчастьем, и залогом погибели раба. Именно поэтому Аллах предострел беззаконников, которые приравнивают творение к Аллаху, повинуются идолам вместо Господа, несправедливо относятся к самим рабам, сбивают их с прямого пути, сколько из таких, которые сейчас сбивают с прямого пути людей. Говорят, да, вот наш шейх самый правильный, тот говорит, нет, наш шейх правильный, тот наш вот умер, у него могила больше, а это говорит, нет, у него шире, давайте будем этому поклоняться, а у этого камень больше, и начинают делать ему два. И тем самым они сбивают людей с пути. Они сами заблудились, еще сбивают с пути. И многие, к сожалению, идут за ним. И наша задача, как мусульман, как преданных Аллаху рабов, которые любят его искренне, которые хотят возвысить его имя, очистить его от света скверной, проповедовать на земле единобожие. Что бы ни случилось, пример тому, тот же Юсуф, алейсалям, который сидя в тюрьме, находясь под гнёту, тоже говорил слова единобожие и очищал веру. И мы должны так же поступать, Миша Аллаху. Следующее, это совершенная надежда на Аллаха. Мы сказали, любовь должна быть совершенной. И действительно, вот в этом вопросе тоже очень многие мусульмане, иногда сам себя ловлю тоже, так, вот этот вот должен помочь, Субханава. Это неправильный вообще ход мыслей. У каждого у нас есть неправильный ход мыслей. Сначала должен быть Аллах спонтально. Просто эта привычка у нас въелась. И она у каждого, я думаю, сидит, наверное. Но эта надежда не является надеждой. Потому что человек в любой момент подведет. Сколько было таких, которые считали, мы супер закадычными друзьями, не разлей вода, и самый нужный момент, они подводили, оставляли, уходили, убегали. Или же наоборот, пока у тебя есть деньги, вокруг тебя как мотыльки вьются. Такие люди, как ты остался в бедственном положении, чуть-чуть твое положение пошатнулось, они нашли такого еще, дойную корову, которая может доедать, и вьются вокруг нее уже, тебя оставили. И вот, неужели мы на таких вот людей надеемся? Даже те действительно искренние друзья, или наши родные, которые вокруг нас, на которые можно надеяться, они всего лишь люди. От них мало чего зависит в этой жизни. Если бы они могли помочь, они помогли бы сами себе. Но они не могут этого сделать. Поэтому надежда и упование только на Аллах Спонатали. Про упование мы поговорим дальше. А надежду сейчас мы, иншалай, разберем. И Аллах Спонатали говорит, те, кому они взывают с мольбой, в этом аяте приходит несколько видов поклонений. Сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучения от Него. Поистине мучение от твоего Господа надлежит остерегаться. И Всевышний сообщил, что творение, которым многобожники поклоняются наряду с Аллахом, не обращают на них никакого внимания. Не обращают, потому что сами испытывают острую нужду приблизиться к Аллах Спонатали. Поэтому на кого бы мы не надеялись, на кого бы мы не взывали, на кого бы мы не надеялись, что Он поможет в нашей сродной ситуации, если ему будет самому тяжело, Он никогда не обратит на нас внимания. Почему? Потому что его больной зуб будет важнее, чем все проблемы этого мира. И он будет надеяться сам на Аллах Спонатали, хотя будет приблизиться к Нему. Так поступают глупцы, которые надеются еще на кого-то, помимо Аллаха Спонатали. И это и есть великое заблуждение, это и есть великая несправедливость. Никогда они нам не помогут, поэтому нам нужно немножечко, как сейчас такое модное слово, делать перезагрузку у себя. Нельзя ни на кого полагаться, только на Аллаха. Даже если останешься ты один, или наоборот в большом коллективе, где будет много людей, сильный джемат, ты в этом случае обязан полагаться только на Аллах Спонатали. Если Аллах захочет, будет, не захочет, не будет. В этом у нас тоже проблемы. И третье, это совершенный страх. Этот аят также говорит, который мы прочитали, привели, о страхе тоже. Те, кому не вызывают смольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучения от Него. И эти три столпа, очень интересно, собраны в первой же суре Аль-Фатиха, которую мы каждый не читаем, но я думаю, что, наверное, уже как автомат у нас пошло, и тоже есть такая болезнь, не осознавая смысла, не чувствуя вкус этой суры, а на самом деле в ней вот эта вся вера собрана. Три столпа, как говорят ученые. И эти аяты можно перевести. Хвала Аллаху Господу миру. В этом аяте заключается любовь к Аллаху. Почему? Потому что мы воздаем хвалу того, кого любим. Кого мы не любим, мы не хвалим того. Это будет лицемерие. Вот если ты не любишь Аллаха и хвалишь Его, тогда ты лицемер. Никогда тот человек, кто у тебя причин зло, ты не будешь Его любить и хвалить, который подлый, завистник, злой и так далее. Но если ты Его хвалишь, значит Его любишь. И мы вот эти аяты подтверждаем, что мы любим Аллаху Анатолию, мы любим нашего Господа, мы говорим хвала Ему. Это и есть выражение нашей любви. Второе, это милостью милосердным, это надежда. Это выражение надежды, что Он только милостивый, Он милосердный, на Него надеемся, на Его милость. Не на свои дела, не на то, что мы такие хорошие или крепкие в религии, а на то, что Он милостив, Он простит наши грехи, ведет нас джанат. Это и есть надежда, Сураль-Фатиха. Мы страшимся страхом. Тот, кто властелин, тот, кто царь, день суда, который не будет никакого другого царя, который все может, естественно, мы должны, мы его со страхом это произнимаем, мы должны бояться. Кто нас защитит? Кто нас поймет? Кто нас поддержит? Кроме Аллаха Анатолия? В этом человек выражает свой страх. И поэтому, говорит, ум моль китаб, Аль-Фатиха, она вобрала в себя всю религию. Основа религии – это вера, страх, надежда, любовь. На Аллах Анатолия. Из-за этого, потом мы к нему и обращаемся. Тебя одного поклоняемся, Тебя одного молим о помощи. После того, как мы признаем, что мы его любим, что мы на него надеемся, что мы его страшимся, и мы его просим, мы его начинаем просить. Тебя одного поклоняемся, мы подтверждаем, и Тебя одного молим о помощи. И поклонение принимается при наличии только двух условий. Это искренность, мы ее разбирали уже, исследование путем пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И Аллах Анатолия говорит, воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. Чистая вера может быть только посвящена одному Аллаху, это их лаз, это искренность. А те, которые взяли в себя вместо него других покровителей и помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху, как можно ближе. Аллах рассудит и в том, в чем они расходились во мнениях. Поистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует. Сразу Зумар, третий аят. То есть чистая вера посвящена только Аллаху. Это должен быть первый их лаз условия. В следующем аяте он говорит, скажи, я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед ним веру. А Зумар в этой же свере четырьмя стоят. То есть, мы говорим, что их лаз, это есть перевод очищения. И Аллах подтверждает, говорит, скажи, я поклоняюсь одному Аллаху, одному. В каждом аяте приходит один, один. Мы поклоняемся только Ему. А тех, кто идет против, Аллах, говорит, беззаконник и нечестивцы называет. Сколько аятов долили на это? И Аллах говорит, скажи, И Аллах говорит, берите же то, что дал вам посланник с Аллаху, и сторонитесь того, что он запретил вам. Суахашар, собрание, седьмой аят. И в другом аяте Аллах говорит, но нет, клянусь твоим Господом, собой клянется. Они не уверуют, не будет веры у нас, пока они не изберут тебя, Рока Мухаммада, с Аллаху, в судью о всем том, что запутано между ними. Не перестанут испытывать душа стеснения от твоего решения и не подчиняться полностью. Это Сура Ниса, шестьдесят пятый аят. Это тоже очень интересный аят. Давайте посмотрим. Его можно разбить на три части. И Всевышний поклялся самим собой, что люди не уверуют, пока не изберут Рока Мухаммада, с Аллаху, в алейхи вассалям, судью о всех спорных вопросах. Но это не относится к тем вопросам, которые ижима есть среди мусульман. Если мы знаем, например, что яблоко есть дозволено, к этому вопросу уже мы не возвращаемся. Это всем известный факт. Это для таких вопросов, в которых мы расходимся. И Аллах говорит, однако для того, чтобы стать верующим, недостаточно просто обратиться на суд к посланнику. Посмотрите, как важно. Мы раньше думали, что просто вот, да, посмотрел Сунну и все. Нет. Чтобы стать верующим, недостаточно просто обратиться к посланнику Аллаха, с Аллаху, в алейхи вассалям. Люди не должны испытывать, добавляя никакого стеснения в сердцах от его решения и не смотреть на его повеление сквозь пальцы. Сколько про это говорим? Если сказал посланник Аллах, мы говорим, Сунна, Сунна не выполняем. Не должны смотреть сквозь пальцы на его Сунну. Не должны испытывать стеснение от его решений, потому что бывает часто так, что две стороны спорят, одна из них приводит аргумент из Сунны, а второй не нравится. И сердце его сжимается, и он ищет другой выход, он ищет какие-то мнения ученых, копается, ковыряет, он где-то что-то ищет, лишь бы оправдать сам себя. И так было в руинах и пророку Мухаммада, саллаку алейхи вассалям, известных адрес, когда Умар Абнхаттаб отрубил одному голову за то, что он посомневался слава пророка Мухаммада, саллаку алейхи вассалям, затем пошел к Аубакру, также не принял его слова, и пришел к Умар Абнхаттабу. Умар Абнхаттаб сразу решил эту проблему. Вот это к нам тоже относится. Сейчас у нас с этим проблемы. Если он говорит, Сунна, выполняй, пока можешь, делай, раз ты привел посланник, миллион причин находят люди, и Аллах говорит, что они не являются еще верующими. Но даже после этого люди не станут верующими, пока они полностью не подчинятся его воле, воле посланника, Аллаха, саллаку алейхи вассалям, и не станут выполнять его приписания со спокойной душой и полным удовлетворением. Когда у человека вот есть такое состояние, спокойная душа и удовлетворение, раз сказал посланник Аллаха, да хоть и пусть весь мир треснет, я буду вот так делать. Чтобы люди не говорили, как бы ни осуждали, ни смеялись, без смыля, значит, у него есть вера. И он становится, приближается к Аллаху. Обращаясь на суть к Аллаху и его посланнику, человек становится мусульманином. Есть три степени, вот три степени тут упоминается. Становится мусульманин на первой степени, когда ты уже задумываешься, кому обратиться? К Аллаху и его посланнику. Избавившись от стеснения, что охватывает наши сердца, он становится кем? Му'мином, верующим. В нем поселяется вера. Все, он уже нету, его сердце его свободно, оно не стесняет, оно не сжимается от того, что может быть ему нравится или не нравится, и он принимает все. А покорившись волей Аллаха и его посланника, он становится добродетельным праведником, мухсином, то есть покорился. Все раз сказал посланник Аллаха, как я могу возмущаться, обсуждать, какие-то контрдоводы, если Аллах мне так облагодельствовал. У меня есть все, семья, здоровье, положение, какое-то имущество. После этого, как я могу быть неблагодарным рабом? Как может вообще возникать такой вопрос? И поэтому Аллах говорит, что если возникает такой вопрос, а возникает он не на языке, а в делах, человек своими делами этот вопрос ставит, тогда он не является даже мусульманином. Только обратившись на суд посланника Аллаха, является мусульманином, убравшись стеснение, является мумином и подчинившись воле безропотно. Все, мы рабы, мы руки подняли, мы делаем все. Тогда ты становишься мухсином, получаешь третью степень. Если человек надлежащим образом выполняет три предписания, то он исповедует религию самым совершенным образом. Самым совершенным образом. И правоксаллах, алейхи вассалям, сказал в своем хадисе, то дело, на которое не было нашего повеления, оно будет отвергнуто. Это и есть ересь, а каждая ересь будет в огне. Мы про это знаем. Поэтому эти аяты всех хадисов, они ведут к тому, чтобы человек шел по прямому пути. Это что является поклонение. Два условия применяются в поклонение. Теперь сами формы поклонения, иншаллах. Это мольба. Два. Вот в чем проблема на сегодняшний день у всех почти людей на земле, мусульманам, которые сейчас я перечисляю, это два. В этом они расходятся. Постоянно в этом споры, обращение к дуам, к мертвым, особенно сейчас. Я не знаю, там, наверное, малое количество тоже есть. Камни, деревья используют и разные вещи. Потому что дуа бывают разные. Мы сейчас об этом скажем. Дуа делится на два вида. Не надо думать только, что дуа, это руки поднял, и вот стоишь целый час в Аллах просит. Нет. Дуа с прошением. Вот когда как раз-таки человек поднял руки, и он говорит, дуа Аллах, дай мне там здоровье, мои семейства, дай баракя, дай иман, и так далее, и так далее. Защита от врагов это дуа с прошением. И дуа есть в поклонении. Все, что остальное, это называется дуа в поклонении. Намаз, хадж, закя, джихад, все-все, это есть дуа в поклонении. И эти все формы иногда собирают все-все вот эти намаз. Это есть дуа в поклонении. Мы его просим. Раби Кафирли говорим. Разве это не дуа? Но это дуа в намазе. И сам намаз является дуа в поклонении. Поэтому это важно знать. Не надо путать, что одни руки поднят, а остальное нет. Нет. Это все вместе приходит. И Аллах спонатали говорит, «Взывайте же к Аллаху, очищая перед ним веру, опять их лас с их ласом, даже если это ненавистно неверующим». Суахафер, четырм стоят. И трактует-то я так, «Мольба — это обряд поклонения, при котором человек либо просит Божьей милости, либо просто преклоняется пред своим Господом. А искренность — это совершение доброго поступка только ради Всевышнего Аллаха спонатали. Искренность — совершение любого поступка, любое дело, только ради Аллаха спонатали. Если нету их лас искренности, тогда это дело не будет принято. Это тоже очень важно знать. Человек должен быть искренним перед Аллахом, не только при выполнении обязательных и необязательных обрядов поклонения, но и при общении с окружающими его творениями. То есть нас пытаются сбить с пути, и ты должен быть искренне даже в своей стойкости. То, что ты ради Аллаха делаешь это, не показухи, а ради Аллаха. Да, бывают случаи, когда ты хочешь привлечь людей и говоришь, «Давайте вот это сделаем, я вот это хочу сделать, давайте вместе, давайте все». Это не из показуха. Ты хочешь поднять сумму, привлечь людей, это другой вид. Но если ты хочешь ради бахвальства, это совсем другое. Человек должен быть искренним во всем, что может принести пользу его вере и приблизить к Всевышнему Создателю. Однако искреннее служение Господу во все времена было ненавистно неверующим, Малас Панталик говорит. И верующий должен помнить об этом, не обращать внимания на упреки врагов и противников. Сколько на нас сыплется всякой грязи, чего только не говорят, разные сказки придумывают, всякие упреки, вот из-за вас, вот проблемы, то, то, то. Но мы должны быть стойкими. Это тоже будет искренность перед Аллахом. Мы должны быть стойкие перед ними, и тогда мы будем очищать свою веру. И Всевышний сообщил своим рабам о неистове вражде, которые питают неверующих единобожию. И другом аяте, он про это очень четко говорит. Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращений сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже него, они радуются. Аззумар, Аззумар 45 аят. И это часто может удивить среди наших мусульман, когда говоришь, брат, зачем ты у него пройдешь, зачем ты этому подклоняешь, шейху или так далее, поклоняешься одному Аллаху. И сердца сжимаются, они тебя начинают ненавидеть. Для них эти слова ненавистны. Я уже молчу про христиан, иудеев и других многобожников. Для них, когда говоришь, эти ваши все идолы, что вы тут выставили, они ничем вам не помогут. Они наливаются ненавистью. И Аллах про это говорит, когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. Они не веруют, поэтому и содрогаются их сердца. А когда поминают тех, которые ниже него, любой, кто, ангел, пророк, камень, дерево, какой-то шейх, все они ниже Аллаха, они радуются. Так мы сказали, что дуа, мольба, делятся на два вида. Это мольба прощения и мольба в поклонении. И Аллах сказал, взывайте же к Аллаху, только к Аллаху, очищая перед ним веру, даже если ненавистны неверующим. Другой маяц он говорит, когда поминают одного лишь Аллаха, задрогаются от отвращения сердца, поминают одного Аллаха, взывают к одному Аллаху, и многие люди этого не приемляют. А когда поминают тех, которые ниже него, не радуются. Из другого маяц, Аллах спонталя говорит, мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же никому наряду с Аллахом. Не взывайте, конкретно запрет, никому наряду с Аллахом. Никому. Мечети принадлежат к Аллаху. И в них должно быть единобожие. Никому, никакие виды поклонений не должны посвящаться, кроме как Аллах спонталя. Сураджин, 18 аят, Аллах про это говорит. Поэтому очень вызывают недоумение и непонятие те люди, которые взывают или надеются на кого-то наряду с Аллахом спонталя, когда есть достоверные тексты, которые запрещают это. Ясно, как солнце, тут другого и трактовать не нужно. И в другом аяте Аллах спонталя говорит, кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения, и которые не ведают об их зове. И не ответят никогда до дня воскресения. А в день воскресения ответят они. И вот Аллах спонталя про это говорит в другом. Следующий аяте. А когда люди будут собраны, они сталкивают врагами, говорит. И будут отвергать их поклонение. Будут отвергать их поклонение. Почему вы поклонялись мне? Даже Иблис скажет, я вас не тащил, я вам просто делал вас вазь, я вас наущал, я вам шептал, я вам подсказывал, но делал ты сам. И тогда станут врагами те, кто поклонялся, и те, кому они поклонялись. И Аллах про это сказал, сфу алях каф, барханы, пятый, шестой аят. Кто их находится в большем заблуждении, Аллах говорит, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им. Поэтому те, кому сейчас, кто бы не взывал, кто бы не обращался, к мертвым, плачет, обращается, как бы не взывали, даже к пророку Мухаммаду, саллаху салям, к ангелам, кому бы не взывали, не ответят им до дня воскресения. А в день воскресения и пророку Мухаммад и остальные отвергнутых, дуа отвергнутых поклонений и будут врагами. Почему? Потому что это расходится с теми словами, которые учил нас посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказав, не поклоняйтесь никому наряду с Аллахом. И сказав, дуа, это поклонение переводится почти во всех сборниках. Что еще нужно для того, чтобы идти перед ним путем? Ничего больше не нужно. И поэтому мы должны знать. И вот эти двух аятов, Аллах спонталь очень все это хорошо раскрыл. Аляхкаф, пятый шестой аят, сказал, что они будут врагами. Поэтому, иншаллах, мы это увидим, мы засвидетельствуем. Мы засвидетельствуем. Как так другому аяту, Аллах спонталь сказал, что вы являетесь срединной общиной, и вы будете свидетельствовать о других людях, а у вас будет свидетельствовать посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И мы будем нам дать право свидетельствовать. Почему? Потому что мы есть беспристрастные, справедливые свидетели. Если же мы ошибемся, у нас поправит посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И мы будем свидетельствовать об этих людях, что они заблуждались, что они надеялись, как христиане иудеи сделали себе иконы, там какие-то статуэтки святых придумали, и мусульмане, многие за ними последовали. И они надеются на вот эти вот игрушки, которые вылепили сами, и они же будут им врагами. Эти люди, которые они обожествляли, тот же Айсалям, будет им врагом. Потому что он не призывал к этому. Глупо надеяться на того, кто создан. Надо надеяться только на Аллаху алейхи вассалям. И это есть довод на то, что мольба должна быть посвящена только Аллаху алейхи вассалям. Больше никому наряду с ним. Следующие пункты поклонения, мы как уже разбирали, любовь, страх, надежда и упование тавакюль. Любовь, страх, надежда не будем сейчас, мы уже разобрали. Следующее тавакюль. Упование. И Аллаху алейхи вассалям говорит, уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими. Суальмаэда, 23 аят. В этом аяте Аллаху алейхи вассалям говорит, если вы являетесь верующим, уповайте только на Аллаха. Сейчас я уже говорю, у нас это проблема. Мы уповаем на кого угодно, надеемся, что-то здесь надо купить, элементарный пример. Человеку надо достать что-то. Он сначала прозвонит всех, узнает там друзей, которые торгуют, занимаются в этой области. У каждого у нас такие проблемы есть. А потом на Аллаха начнут уповать. Если он заболел, он прибежит к себе в больнице, но не скажет, я шафи, дай шифа. Не обратится к Аллаху, его именем, который исцеляющий. Не обращается. Не делает талакюль должным образом. А ведь посланник Аллаха, с Аллаху алейхи вассалям, сказал, если бы вы были подобны птицам, которые каждый день уповают на Аллах и вылетают в своих гнезд и возвращаются с полными желудками, тогда бы вы не ложились спать голодными. У человека нет такого упования, поэтому мы часто видим, что мусульмане ложатся спать голодным. Если бы он так уповал и делал бы причины, брал бы, никогда бы он не улег спать голодным. Аль-хамдул-ля, мы сейчас тоже не ложимся спать голодным. За это хвала ему. И в других аятах Аллаху алейхи говорит, тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения. Вот это тоже к нам относится. У нас у всех есть проблемы. У каждого из нас какие-то нерешенные вопросы, проблемы у кого-то с жильем, у кого-то там в семье, у кого-то болеет, еще кто-то и что-то. Но Аллах говорит, тому, кто боится Аллаха, значит, не приступает его шариат, наоборот укрепляет, поднимает его. Даже если, как мы приводили это, ненавистно неверующим, Аллах обязательно создаст выход из положения. Но кто сейчас этим занимается? Многие под натиском тех или иных проблем начинают их здание, его вера рушиться. И он, конечно, Аллаху алейхи дает ему выход. Почему? Потому что он не боится Аллаха должным образом. Здесь он прогнулся, там оставил, тут и спасал, тут и сделал слабинку. И Аллаху алейхи не дает ему выхода, наоборот дает затруднения. В следующем аяте Аллаху алейхи говорит, продолжение к этому аяту, и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи. Сурат Талак, 2-й, 3-й аят. Даст удел, говорит, оттуда, откуда он даже не предполагает, если человек боится его. Боится в совершении ослушания грехов и в совершении оставления шариата. То, что ты можешь делать по силам, ты обязан делать по силам. Если же ты оставляешь, тогда ты жди, что тебе придет наказание. В Аллахе я не сомневаюсь, каждому, кто оставляет что-то из шариата, что ему по силам, Аллах обязательно даст наказание. После человека об этом начинает, почему у меня, как мне, откуда мне вылезти, начинает бегать, спрашивать, потом только начинает задумываться. Полезен, легче предупредить, чем ее лечить. Поэтому у нас должно быть тавакюль, упование только на вас, и тогда у нас будет удел. Аллах говорит, Аллах доводит до конца свое дело, обязательно даст ему удел, обязательно даст ему выход с любого положения. И Аллах установил меру для каждой вещи. Вот, мусульмане, пользуйтесь этим, уповайте на Аллаха, бойтесь его, бессмилля увидите результат. Следующие пункты, чаяние. Чаяние, есть такое слово, так переводят, есть отчаяние, это противоположное, есть чаяние, типа надежды, смирение, хушу, и страх или боязнь, по-другому можно сказать. И Аллах сматально говорит, «Воистину они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом, и были смиренны перед нами». Суральмья 90-го стоят. «Они спешили творить добро, взывали к нам». Только Аллах сматали, здесь он множество говорит, себя с уважением. «Взывали к нам с надеждой и страхом, и были смирены перед нами». У кого хушу было. «Не были беспечны». Это тоже у нас сейчас болезнь, что мы сейчас в беспечности. У нас всех афилек присутствует. Беспечность, когда мы даже намаз читаем, и не придаем этому значение. Я же говорю, Сура Аль-Фатиха, не надо другие суры, можно, конечно, и не знать, и заблуждаться, и путаться, но Сура Аль-Фатиха каждый должен знать. Если кто-то тебя начинает что-то учить, ему говорят, Сура Аль-Фатиха, дай перевод, он уже не может тебе ответить нормально. Как же он может исправить свою религию? Поэтому должны быть надежда, страх, смирение перед Аллахом. Они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой, и страхом были смиренными. Следующее поклонение форма, это опасение, хашья. Это страх, основанный на осознании величия Аллахского анталя того, кого опасаешься. И Аллах Аль-Фатиха говорит, не бойтесь их, а бойтесь меня. Это тоже к нам относится. Я специально беру то, что относится к мусульманам, потому что мы уже достаточно говорили в Терезе про христиан, иудеев, это очевидно. Это очевидно, и тут просто воспаленный мозг может это не принять. Это очевидно. Сейчас болезнь мусульман. Аллах говорит, не бойтесь их, а бойтесь меня, чтобы я довел до конца мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем. Аль-Вакара, 150 аят. Почему этот аят был неиспослан? Потому что это продолжение есть. Это было неиспослан по поводу изменения Киблы. Когда был приказ о изменении Киблы, многие отвернулись от послания к Аллаху. И в первую очередь иудеи. Они сказали, как это так? Ты вчера поклонялся в сторону Иерусалима, и это им нравилось, а сегодня поклоняешься в сторону Мекки. Но Аллах говорит, это было лишь испытание, проверить тех, кто действительно за тобой идет, тот, кто искренен в религии, и тех, кто лицемерный. И многие отвернулись, и в некоторых сердца возник страх, потому что многие ушли, а осталось мало. И Аллах смотрел и говорит, не бойтесь их, а бойтесь меня. И ученые говорят, что мы в любом вопросе не должны бояться. Если у нас присутствует страх больше, чем перед Аллахом, тогда мы уже попадаем в нога Божия. Тогда мы уже этот человек, или какой-то объект, или что-то любое, мы превозносим больше, чем Аллаха. Что, в конце концов, с нами может случиться? У нас могут отнять жизнь. У нас могут отнять жизнь, но без смеля. Значит, это было предупределено, и у каждого свой срок есть. Наша жизнь будет прервана. Тут никакой проблемы нет, и мы вернемся все равно к Аллаху. Не к этим людям, или к кому-то, к чему-то, а мы вернемся к Аллаху спонтан. И Аллах говорит, не бойтесь их, а бойтесь меня, чтобы я довел до конца мою милость к вам. И тогда мы увидим его милость, если будем бояться его. Как бы нам не нравилось, пусть будет наш друг, брат, близкий. Если он совершает грех, сказать ему надо, остановить надо, поправить надо, шариат поднять надо. Мы должны быть древнилые, а мы в сегодняшний день боимся. И неправильно толкуем это ядко, когда говорим, что нет, надо помягчить. То есть помягчить у нас заключается в том, что вообще не надо говорить. Вообще не надо говорить, и многие говорят, ладно, в следующий раз скажут. В следующий раз, в следующий раз проходят года, десятилетия, человек на этом же. Никто не говорит, что надо морду бить. Хотя за некоторые вещи и стоило бы, и не только морду. Но должен быть страх перед Аллаху спонтану. У нас практически такого нет. Следующая форма поклонения, это мольба о помощи христиана. Это молитва о том, чтобы Аллах помог справиться с религиозными и мирскими делами. Аллах спонтан говорит, это тоже мы, это все отлично знаем, если кто-то не знает, я не знаю его, как намас принимает. Аллах говорит, и я кана обуду, а я кана стоин. И мы просим, тебе одного поклоняем, тебе одного молим о помощи. Помощи в наших делах, религиозных и мирских. Чтобы наш исход, наш конец был успешным. И чтобы Аллах спонтан дал нам помощь. Это и есть помощь, прощение о помощи. И завещание Ибн Аббасу, посланник Аллаха, им осталось завещание, вот в этом завещании посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, если ты молишь о помощи, то моли об этом только Аллаха. Приводит имам Ат-Тирмизи, 2516-й, приводит имам Ахмад, его собрание сочинений, 307-я страница, первый том. То есть, если мы молим о помощи, только должны молить Аллах спонтан. И это и с аятом Курана, и четкий, конкретный приказ пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Следующий форум поклонения, это молитва о защите истиаза, защита от любых неприятностей. И Аллах Аталия говорит, скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета от зла того, что Он сотворил. Это Сураль Фаляк, первый и второй аят, и в других аятах говорит, скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя, исчезающего припоминания Аллаха. Это все, что внушает нам страх, истиаза, от любых неприятностей. Поэтому посланник Аллаху алейхи вассалям сказал, что когда были неспостны эти две суры, он все дуа оставил. Есть крепости мусульмане много дуа, когда мы просим избавить нас от того, от этого, от лености, от старости, от этого, третий, десятый. Но когда это было неспостно, две суры посланник Аллаха все дуа оставил и прибегал только к ним. Потому что в нем четкий приказ приходит от Аллаха, скажи, я прибегаю к защите, слово к защите Господа. Все, что может быть лучше, чем защита Господа? От таких-то, таких-то проблем. Это мольба от избавления от несчастья и гибели. Они немножко похожи, но в них есть разница. И Аллах спонтально говорит, вот вы попросили своего Господа помощи, и Он ответил вам. Сураль-Анфаль, девятый аят. Поэтому в этом вопросе тоже мы должны полагаться только на Аллаха. Что бывает? Иногда слышишь, Дагестан захороняет там свой шейх, там кто-то еще охраняет свой шейх, автобус едет, надо просить о помощи у него, чтобы автобус пропасть не упал, там охраняет свой шейх, у христиан свои шейхи появились. Разве это правильно? Это же глупо. Конечно, я уверен, что здесь нет ни одного того, кто это думает, но тем не менее, такие вещи существуют, страшные вещи. На наших глазах унижается имя Аллаха спонтально. Многим, конечно, не объяснишь, потому что они не думают головой. Но тем не менее, мы должны пытаться каким-то образом довести до людей Слова Аллаха, очистить его. В конце концов, сегодняшние многобожники ничем не отличаются от многобожников времен пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И они грозили ему страхом убийства. И они причиняли ему боли и неприятности. Они били его. Они избивали его только за то, что он сделал сажда. И увалили на него кишки. И были очень многие другие проблемы. И кидали у него камни, то, что у него ноги даже были поранены, текла кровь. А что, мы лучше, что ли? А у сахабов какие проблемы были? И когда они собрались у него и начали вспоминать то, что было у Джахи Ильи. И каждый начал вспоминать, как его мучили. И один из них показал спину, в которой были вот такие ямы. Прям ямы были, которых не хватало куска мяса. И он говорит, что нас вытаскивали в пустыню, клали на раскаленные горячие камни, острые, и волокли по ним, и куски мяса оставались на этих камнях. Ну, а мы лучше, что ли? Почему же мы боимся и не говорим ничего? Ведь каждому из нас на ум приходит миллион причин, почему мы не должны так сделать. А почему же они делали? Ведь их убивали, убивали медленные мучители, но они не оставляли, они доносили до людей. И наша задача заключается в этом. И тогда мы будем братьями пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, как в другом хадисе он сказал, что люди, которые будут жить в конце времен и будут держать мою религию, поднимать мою цунну, они мои братья. И тогда сподвижники ответили, а как же мы? А мы, кто он сказал? Вы мои сподвижники. Почему? Потому что они видели его, они вышли из его мадраса. Вышли от его обучения, они его сподвижники, а мы его братья, потому что не видя его, живя в такой фитне, как нам сейчас тяжело, но мы держим его религию, поднимаем, боремся со своими страстями, поэтому наша задача объединяться, быть вместе. Про это уже много говорится, но что-то почему-то у нас пока с этим делом не очень хорошо, и не спешат объединяться братья. Вот этот вопрос мы должны обязательно четко регулировать, распространять слово Аллаха, делать давать. Несмотря где ты находишься, несмотря кто перед тобой, найди путь, если перед тобой интеллигент, обращайся к нему своими словами. Что значит интеллигент? Закончивший высшее учебное заведение, которое головой работает, кто сопоставляет. Если перед тобой простой работяга, обратись к нему с другими словами, но находи для каждого слова. Распространяй религию Аллаха, не убивай ее в сердце, ведь есть аят, страшный аят, 159-й сураль в Акарах, где Аллах спонталя сказал, и проклянут Аллах, и проклянут проклинающих тех, кто скрывает из Писания Аллаха то, что надо распространять. При нас унижается имя Аллаха, унижается пророк Мухаммад, а мы молчим, это не есть правдивая вера. Значит, у нас страх, который должен присутствовать только при упоминании имени Аллаха спонталя. Следующая форма поклонения это жертвоприношение. И Аллах спонталя говорит, скажи, воистину мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть, очень хороший аят, посвящены Аллаху Господу миров, больше никому. Сураль а нам, 162 аят. Мой намаз или поклонение, мое жертвоприношение или поклонение, другим словом, все, что включает это. Моя жизнь, опять говорю, и моя смерть, он нам дал жизнь, и он ее заберет. Никто не может перелить свою смерть, и никто не может ее отдалить. Невозможно предугадать. Ты надеешься умереть где-то как-то, выйдешь за ворота, споткнешься, висок себе пробьешь и умрешь. Это твоя смерть. И это решение Аллаха, и никто ничего тут не может сделать. Нет тут ничьей вины. Всего лишь решение Аллаха. Поэтому моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, должны быть посвящены. И другому аяте Аллах говорит, и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. То есть смерть тоже должна быть посвящена Аллаху спонтально. Почему? Потому что он должен умереть мусульманинам. Что значит умереть мусульманинам? Твердо стоя на религии Аллаха. До конца проповедуя религии Аллаха. И вот это нам опять таки пример, и пророк Мухаммаду, и его сподвижники. И когда Умар Махаттаб умирал, когда его закололи ножом, к нему зашел один сподвижник, у которого штаны даже были опущены, он говорит, Аллах, если бы ты их поднял, ты бы был лучше перед Аллахом. Человек умирает и стыкает кровью, у него болит рана, и он помнит об Аллахе, еще делает наставление, нас их отоставляет, для того, чтобы исправить своего брата. Не то, что это мелочь, сейчас бы на это никто внимания не обратил бы, насколько показательный этот момент, какая разница между нами и ими. Сейчас при нас совершаются страшные грехи. Наши друзья совершают, наши друзья впадают, и мы боимся рот открыть. Мы боимся, чтобы про нас не подумали, дружбу потеряем и так далее, но ты потеряешь любовь Аллаха, ты потеряешь страх. Почему ты про это не думаешь? Ты потеряешь покровительство Аллаха, а ты говоришь о какой-то дружбе. Завтра твой друг на тебя плюнет и уйдет от тебя. И что, ты с кем остались? Ни с кем. И Аллах от тебя отвернется. А сахабы даже в такой мелочи, это было нарушение шариата, то, что его штаны опустились, и он приказал ему поднять, потому что Амир Мукуменин, он думает о своих мусульманах, и как искренне любящий брат, он пытается помочь своему брату-мусульману стать еще лучше и чище перед Аллахом. Вот это и есть для нас пример. Кто этим занимается? Нет. У нас есть страх, сомнения, зачем нам это надо, это не наше дело. Все эти сомнения, все эти слова, все эти наущения васвати от шайтана, ты со спокойной совести смотришь, как твой брат или сестра гибнет, идут в огонь, значит у тебя нет сердца веры, твое сердце равнодушное, как мы говорили, у тебя нет стыда, и оно холодное. Если бы ты стыдился Аллаха, тебе бы стало бы стыдно, почему ты молчишь? Как ты перед Аллахом потом ответишь, если Аллах спросит, почему ты молчишь, почему ты не возвеличиваешь религию Аллаха, ты бы сказал брат мой, вот так вот так, давай вот так вот сделаем. И это был врачер, и тебе, и ему. Но в этом у нас большая проблема. Поэтому ни наша жизнь на сегодняшний момент, ни наша смерть не посвящены большей части Аллаха. Наша жизнь посвящена чему? Добыть, поесть, побольше денег, всего. Ты будешь работать всю жизнь, ты уйдешь, ты умер, и дела останутся. Ниша на твой сын продолжит, а может и не продолжит. Но твоя жизнь уже ушла, и тебе ее никто не заменит. Почему мы об этом не думаем? Ведь сахабы, опять берем с них пример, они находились, добывали только пищу из-за необходимости. Али работал у Иудеи за 8 фиников в день, приносил 6 пророку Мухаммаду, ассаляму, 2 оставлял себе. Абу Хурайра находил стакан молока, кусок хлеба, и неотступно следовал за пророком Мухаммаду, ассаляму. Умра и Махатта поделил свои дни, один день сосед работает, другой день он, чтобы кормить теми, но второй день обязательно быть у пророка Мухаммада, то есть Аллах для них был важнее всего, знание, ибадат, религия важнее всего. Саат ибн Уакас опоясался мечом и ходил кругом вокруг дома посланника Аллаха, ассаляму, охранял его по ночам. Чем же мы занимаемся? Чем мы занимаемся? Как мы можем сравнить себя с ними? Никак не можем сравнить. Наша жизнь не посвящена Аллаху, у нас мечеет, поклонение Аллаху, это потом, если нас пригласят на день рождения, на посиделку, мы бросим все. Нам сказал посланник Аллаха, да, надо, надо. Почему? Потому что там друзья, потому что друг обидит, потому что стол накрыл. Разве Аллах не приготовил для тебя стол в Джанете? Не накрыл для тебя его? Не приготовил дворец? А ты про это не думаешь. Следующий вид поклонения это Назар, обед. Тоже обед нельзя посвящать никому, кроме Аллаху. И Аллах сказал, они исполняют обед и боятся дня, зло которого взлетается. Суралин Сан, седьмой аят. Исполняют обед и боятся дня, зло которого взлетается, то есть, дня воскресения. Поэтому все наши обеды, все наши клятвы должны быть посвящены только Аллах спонтан. И это, мы разобрали несколько форм поклонения, несколько форм поклонения, их, конечно, намного больше, потому что время у нас тоже ограничено. Иншаллах, потихонечку мы будем дальше идти, и вот эта вот акида, талхид, она охватывает все формы, все просто более подробно. В одну тему сегодня их, иншаллах, конечно, тяжело уместить. Завтра мы продолжим, но хотелось бы сказать в конце, что есть три категории форм поклонения. Это сердцем, когда человек намереннее, их лаз, все его мысли, все его помыслы, вера мы не знаем, это не видим. Второй языком, и третье телом, делами. И это неотделимо, это и есть вера человека. Если нету одного из этих трех, нету веры у человека. Это единогласный имя ученых. И ни один имам никогда не говорил Ахли Сунны, и все четыре имамы и другие говорили, что все три связано. Если у тебя нет сердца, присутся слова, и два, ты лицемер. Если у тебя есть сердце, и на словах, и ты не делаешь делами, и говоришь, дела не нужны, отрицаешь, говоришь, в сегодняшний день это не нужно, и так далее, нету, то ты мурджиит. Ты попал в мурджа, ты говоришь, что дела не нужны. И попал в многие-многие другие секты, кроме этого. Поэтому Ахли Сунны строится их поклонение, дуа, как нужно сказать, делится на два вид, дуа прощений, дуа поклонений, намаз, хадж, закят и так далее, другие вещи, они все являются дуа поклонений. И поэтому должны совершаться тремя. Сердце, язык и дела. Без этого нету. Пусть поэтому, кажется, не обманывать. Если он о чем-то говорит, он должен стараться выполнить. Потому что мы часто слышим такие слова, которые потом не находят продолжения в делах. И это есть большой риск, что человек может попасть в лицемерие. Поэтому ты думай, о чем ты говоришь. Думай, о чем ты взваливаешь на себя, какую ты взваливаешь ношу. Если ты уже сказал, стремись любыми путями это сделать. Но если уже ты стремился и не сделал, это оправдание. Как был сподвижник, Раусаламу сказал, держи пост. Он начал держать, потом говорит, это мне мало, мало, мало. И пришел к тому, что начал держать пост до утра через день. И в конце жизни он говорил, ой, если бы я послушал посланника Аллаха. А посланник Аллаху говорил, не торопись, начни так, а потом продолжишь, смотри, чтобы тебе не было тяжело. Он говорит, сейчас мне очень тяжело, я старый стал, тяжело. Но он не оставил. Почему? Потому что он уже сказал, как мусульмане он должен быть честным перед Аллахом. Поэтому, когда вы говорите, когда вы делаете, когда берете за что-то, доводите до конца, как Аллах говорит, и Аллах доводит до конца каждое дело. И мы должны доводить до конца. Взялся, хочешь сделать ради Аллаха, сделай не бахвальство, сделай не на словах, сделай ради Аллаха в делах. И тогда будет польза, тогда увидишь от Аллаха обязательно награду. Поэтому сердце, язык, и наши дела поклонения, они неразлучны. Вот это сегодня, что хотел разобрать. Необходимость поклонения одному Аллаху, это дуа, поклонение и прошение. Поэтому сейчас, иншалла, воздадим хвалу Аллаху, совершим намаз, а намаз это и хвала Аллаху, спонталя. И все наши хвалы, только Аллах спонталя, и салаваты пророку Мухаммаду, саллаху алейкум и салям, и всей его семье, и своим сподвижникам. А потом, если будут какие-то вопросы, бисмилля, можем обсудить что-то, я думаю, будет польза.